Я приветствую вас, дорогие зрители канала Техноарена. Канал, на котором мы всегда делимся подборками новинок, техники и электроники. В этом ролике я расскажу о 10 лучших портативных колонках с Bluetooth. Кстати, если в процессе просмотра вас заинтересует какая-либо модель, то спуститесь в описании к видео. Там я соберу все ссылки на каждую модель. Ну а теперь к колонкам. Как и любая беспроводная колонка, эта модель ориентирована на прослушивание музыки с подключенных устройств. Например, смартфон, планшет или любой другой медиаплеер с Bluetooth. Корпус колонки выполнен из прочного пластика со степенью защиты IPX7, то есть колонка защищена от пыли и влаги. Естественно, защита от влаги подразумевает брызги, а не погружение. Тем не менее, колонка подходит для активного отдыха и путешествий. Вообще, модель довольно неплохо нафарширована функциями и возможностями. Это и специальное крепление типа карабин, и вход AUX, и встроенный FM-тюнер. Кроме того, колонка оснащена довольно емкой батареей на 730 мАч. По заверениям разработчиков, должно хватить на 10 часов звучания. В общем, весьма практичная колонка универсального типа, и для вылазок на природу, и для домашнего пользования подойдет. Кстати, если вы хотите всегда оставаться в тренде новинок электроники и техники, то рекомендую подписаться на наш канал Техноарена. У нас всегда много интересного, после подписки не забудьте нажать на колокольчик, он не даст пропустить новые видео. Необычная колонка, в первую очередь из-за своего баланса цена-функциональность. При этом сразу на себя обращает внимание просто огромное для такого класса устройство с батареей 2600 мАч. Хотя и заявлено, что проигрывание музыки возможно всего в течение 10 часов. Из интересностей можно также выделить наличие просто USB типа A, при том, что есть и microSD. Также хочется отметить функцию Bass Booster, под которую очевидно и заготовлен большой запас батареи. В общем, достаточно доступная и хорошо сбалансированная модель. Вряд ли выдержит активных видов отдыха, но для дома и дачи вполне подходит. Хочу напомнить, что вы не ограничены в выражении своего мнения. Если имеется опыт общения с этой или другой моделью из топа, добро пожаловать в комментарии. Крайне мощная портативная аудиосистема на 50 Вт. Кроме того, что это стереоколонка, она еще и двухполосная. Разбиение на полосы выполнено просто – универсальный широкополосный динамик плюс небольшой высокочастотный. Естественно, что для такой довольно мощной портативной системы нужен солидный запас питания. Он есть, но не совсем солидный – всего на 4000 мАч. Максимальное заявленное время работы – 4 часа. Разработчиков можно понять – слишком большая батарея перекосила баланс в сторону удорожания, габаритов и веса, превратив портативную колонку во вполне себе стационарную. Так что при вылазках на природу на долгий период стоит запастись пауэрбанками. Пока я перехожу к следующей модели, можете поставить лайк – это способствует развитию канала. Вариант беспроводной портативной колонки от Sony. Весьма простенькая, компактная и обладающая милым дизайном. Колонка хоть и моно, но все же может порадовать некоторым подобием баса с помощью функции Extra Bass. Модель ориентирована на пользователей, предпочитающих активный образ жизни. Корпус выполнен из прочного пластика, устойчив к пыли и влаге. То есть вполне пригоден для путешествий и отдыха. Но ничто не мешает использовать модель дома в спокойной обстановке. Конструкция колонки вообще весьма интересна. Корпус выполнен таким образом, что звук исходит сверху, но ему помогает технология DSP, которая расширяет распространение звука по всему окружению. Неплохая колонка и для дома, и для дачи. Профессиональное творение от JBL. Поражает общая мощность системы 100 Вт. Такая мощность суммируется из четырех динамиков и двух низкочастотных излучателей. Такой состав гарантирует качественный и чистый звук. Также в колонку встроена весьма емкая батарея на 5000 мАч. Она позволяет слушать музыку без перерыва в течение 15 часов. Кроме того, такой запас можно использовать для зарядки других устройств. То есть модель представляет собой и колонку, и пауэрбанк в одном. Как и многие продукты JBL, в этой колонке уделили внимание защите. Корпус прочный, с защитой от пыли и влаги. Отдельно можно отметить наличие функции Party Boost. Этот механизм позволяет объединить несколько таких же колонок в большой оркестр. Подойдет для шумных массовых вечеринок и выездов на природу. Доступная реализация колонки от Xiaomi. Интересно, что мощность динамика относительно скромная, всего 4 Вт. Но учитывая высокую емкость батареи в 2000 мАч, для такого устройства запаса автономности должно хватить на 10 часов прослушивания. Из интересного можно выделить наличие USB Type-C, защиту от брызг, а также компактную конструкцию. В целом довольно простенькая колонка для повседневного использования дома, на даче или на природе. Разработчики Harper PSPB200 решили уйти в более классические формы дизайна. Колонка внешне больше напоминает старые радиоприемники из-за плоского корпуса. Но такой форм-фактор имеет свои преимущества, можно легко положить колонку в объемный карман одежды или сумки. Внутри установлен емкий аккумулятор на 2500 мАч, и его можно использовать как пауэрбанк при необходимости. Динамика в приборе 2, суммарной мощностью 10 Вт. Подключается колонка к другим устройствам посредством Bluetooth. Имеется микрофон, который позволяет отвечать на звонки прямо с колонки. Надо отмечить, что колонка довольно практична, из-за формы конструкции ее легко носить с собой, а при необходимости использовать как внешний аккумулятор. Наверное, самая компактная колонка в этом рейтинге, всего 5 см в диаметре. Легко поместится в любой карман или сумку. Ну и ждать от нее чудес звука тоже не стоит. Все довольно прозаично. Один динамик на 2 Вт. С батареей на 480 мАч колонка может работать в режиме прослушивания около 6 часов. Не так много, как может показаться, но в качестве фонового сопровождения на прогулки или дома подойдет. Дизайн устройства настолько простой, что впишется в любой интерьер и при соединении с другими приборами. Максимально компактная версия от JBL. Корпус имеет плоскую прямоугольную форму. Удобно носить в карманах одежды или сумки. Внешняя сторона покрыта тканью, приятной на ощупь. Имеется масса расцветок на любой вкус и цвет. За звук отвечает один маленький динамик на 4,2 Вт, который, как ни странно, выдает некое подобие баса. Но это в большей степени связано с продуманной конструкцией внутри устройства. Полной зарядки аккумулятора хватает на 5 часов непрерывной работы колонки. Традиционно даже такая маленькая колонка JBL неплохо защищена по классу IP67. Это защита от влаги и пыли. То есть отлично переносит вылазки на природу, падения, загрязнения, песок, попадания влаги. В общем, колонка и для дома, и для активного отдыха. Defender Enjoy S700 – это бюджетный аналог популярных колонок схожего форм-фактора от JBL, но аналог весьма достойный. Звук стерео с общей мощностью в 10 Вт. Корпус выполнен из прочного пластика с обтяжкой из ткани и резиновыми вставками. Вариантов расцветок не так много, в основном преобладают серые и черные тона. Аккумулятор для имеющейся мощности адекватный – на 1200 мАч. Позволяет прослушивать музыку в течение 4 часов. Есть масса портов и слотов для подключения внешних источников данных. На крайний случай можно включить радиодиапазон FM. Колонка вряд ли рассчитана на любителей активного отдыха, но для дома или дачи в качестве переносного источника музыкального сопровождения подходит более чем. Это была последняя модель в этом топе. Надеюсь, вы нашли что-то подходящее для себя. Если так, то перейдите в описание. Там я собрал для вас все необходимые ссылки на модели. Не забудьте подписаться на наш канал Техноарена и нажать колокольчик, так вы точно узнаете о новинках из мира техники и электроники. Ну и ваш лайк с интересным комментарием помогают нашему каналу развиваться дальше. А пока все, до новых встреч!